Добрый день! Рада приветствовать вас на нашем четвертом уроке. Цвет на вашего урока – зелёный. Зелёный символизирует энергию и спокойствие. Также зелёный символизирует рост, развитие и жизнь. Мы с вами уже очень выросли в наших знаниях английского языка для нашего комфортного путешествия, конечно же. И о чём мы поговорим на уроке. Итак, let's go! I wish you good luck! Так как мы с вами путешествуем, я подготовила для вас следующие ассоциации, чтобы вы быстро могли запомнить грамматические формы. Для глагола to be в настоящем времени мы будем ассоциировать с вертолётами. Глагол to be в настоящем времени имеет три типа предложения – повествовательное, отрицательное и вопросительное. В каждом из предложений глагол имеет три формы – am, is, a. Как мы их употребляем? I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Это понятно, правда? В отрицательном предложении – I am not, he, she, it, is, not, you, we, they, are, not. И в вопросительном предложении – am, is, a – у нас выходят наперёд. Am I, is, he, she, it, are, you, we, they? Очень просто и легко. Теперь разбираем с вами конкретно на примере. Например, вы приехали в какой-то город и хотите представиться, кто вы есть. Возьмём «моё имя» – Анна. Так как сказуемое в любом случае должно быть в английском предложении, то мы тире упускаем и получаем «моё имя есть Анна». Так как мы с вами знаем, что глагол «есть» переводится как «be», мы употребляем его и переводим «my name be an». Но глагол «be» имеет три разные формы – am, is, a. Name – это имя, оно, мы употребляем – is. Получаем «my name is an». Очень просто и легко представить себя. Дальше, давайте скажем, с какой страны вы приехали. Если мы хотим об этом сказать, мы употребляем такое слово, как «from». Я – из и указываете вашу страну. I am from, ты из России, you are from Russia, она с Италии, she is from Italy, мы из Англии, we are from England. И вот мы с вами употребили уже такие слова, как «m» из «a». Три разные формы глагола «to be». Идём дальше и изучаем цвета. Моя рубашка белая. «My shirt is white», white – белый. Твой галстук чёрный. «Your tie is black», black – чёрный. Твои туфли красные. «Your shoes are red», red – красный. Её юбка зелёная. «Her skirt is green», green – зелёный. Наш поезд синий. «Our train is blue», blue – синий. Их машина коричневая. «Their car is brown», brown – коричневый. И таким образом мы с вами знаем уже все цвета. И шагаем дальше. Соответственно, идём в прошедшее время с глаголом «to be». «To be» переводим как «был», «была». Здесь я также для вас подготовила транспорт и три типа предложений. Плюс, минус и вопрос. Чтобы легче было запомнить и сделать для себя ассоциацию, мы запоминаем то, что «was» мы употребляем с «I», «he», «she», «it». «We» мы употребляем с «you», «we», «they». Получаем в повествовательном предложении «was», «we», в зависимости от того слова, с которым мы употребляем. В отрицательном предложении «was», «we», «not». И в вопросительном предложении «was», «we» идут наперёд, а потом мы уже употребляем «I», «you», «we», «the», «he», «she», «it», в зависимости от того, к кому идёт речь. Разбираем конкретно на примере, как запомнить слово «was». Он был здесь. He was here. He was. He, a, he, hey, he, I. С этими словами «was» употребляем. Ну, также есть ещё добавить «she». A прошёл мимо, was, и не поздоровался. Was, I, was. Я вас не заметил. Was, вас не заметил в прошедшем времени, получаем значение слова «был». Также мы можем сказать «мы были счастливы». We were lucky. Это употребление формы глагола to be для множественного числа, потому как «вы» нас много. Например, я был в отеле вчера. «I was in the hotel yesterday». Она не была в магазине. «She was not in the shop». «Мы были в супермаркете». «Where are we in the supermarket?» И вот видим наши три формы «was», «was not», «вы». Шагаем в будущее с глаголом to be. Буду – будешь. Здесь я для вас подготовила такую ассоциацию, как корабли. В повествовательном «will be», в отрицательном «will not be» и в вопросительном предложении «will наперёд». Дальше ставим «I, you, we, the, he, she, it» и «be». Очень просто, конкретные примеры. «Я буду на станции завтра». «I will be at the station tomorrow». «Will be». «Она не будет в ресторане». «Он не будет в ресторане». «He will not be in the restaurant». «Will not be». «Они будут в кино завтра». «Will they be in the cinema tomorrow?» «Will be». «Едем». Глагол to have – иметь. В настоящем времени. Также я для вас подготовила небольшие ассоциации. И глагол to have имеет две формы. Have и has. Have мы употребляем. I, you, we, they. Has употребляем. He, she, it. Также у нас глагол to have – мы переводим как «иметь». I have a ticket. Я имею билет. Но это не очень так хорошо звучит в русском языке, поэтому мы делаем более грамотное и красивое перевод предложения и получаем «у меня есть». То же самое с has. Переводим «у него» либо «у неё». I have a ticket. У меня есть билет. He has a ticket. У него есть билет. Конкретно тоже на примерах. У меня есть билет в один конец. I have a one-way ticket. I have. У неё нет чемодана. She has not a suitcase. Has not. У вас есть большая кровать в отеле? Have you a big bed in a hotel? Have you. Идём в прошедшее время с глаголом to have. Он имеет форму had – имел. Соответственно, had – повествовательное. Had not – отрицательное. Had в начале предложения вопросительного предложения. Разбираем конкретно на примерах. У Вовы был рюкзак. У Вовы не было рюкзака. У Вовы был рюкзак. Had Вова a backpack. Глагол «can» в настоящем времени «мочь иметь». Также три формы и три типа предложений. Can, cannot, can. Can в значении can может помочь Барби. Ассоциация. Can помогает Барби. Я могу бегать очень быстро. I can run very fast. I can. Я не могу бегать очень быстро. I can't run very fast. I cannot. Либо можем сказать I can't. Могу я бегать очень быстро. Can I run very fast? Can I run. И дальше ставим глагол. Глагол can в прошедшем времени. Также could, couldn't, could. Соответственно, could в повествовательном, couldn't, в отрицательном, could в вопросительных предложениях. К тому же глагол could мы можем употреблять не только как мог, умел, а еще и в более вежливой форме, если мы хотим о чем-то попросить. Разбираем это на примерах. Could, мог бы, умел. Could. Куда ты мог пойти? Вы могли бы посмотреть кино и сходить пообедать. You could see a film or go out to dinner. You could see, могли бы посмотреть фильм. Не мог бы я что-нибудь выпить? Could I have something to drink? Could I? Не может ли он пойти с нами? Couldn't he come with us? Couldn't he? Глагол can также мы можем употреблять в условном предложении. Could, мог бы, могли бы. Could, could, not, couldn't. Это очень так же просто. Из трех букв, из которых состоит слово not, буква o напоминает тарелку. Так как я ем с тарелки, чтобы не запятнуть скатерть, то вместо тарелки я ставлю запятую. То есть вместо буквы o. И получаем. Чтобы не говорить очень длинное слово couldn't, мы говорим couldn't, could not, couldn't. Все просто и понятно. Не всегда мы можем с вами употреблять глагол can. Мы его рассмотрели с вами в настоящем и прошедшем, а в будущем мы-то не могли с вами рассмотреть. Поэтому есть эквивалент. Глагола can – это to be able to, что в переводе означает иметь возможность. To be – мы уже с вами знаем. Ассоциация наша. To be у нас am, is, are – если это настоящее время. Was, were – если это прошедшее время. И will be – если будущее время. И потом мы добавляем able to. For example. Например. Я ищу, чтобы иметь возможность найти. I look to be able to find. I look to be able to find. Я могу что-то сделать очень интересное. Мы можем употребить I can. Также мы можем сказать I am able to. И добавляем то слово, что мы о том, чем хотели бы рассказать. Ну и дальше несколько примеров. Комната нечистая. The room is not clean. Я хочу быть здесь. I want to be here. Я хочу найти такси. Я хочу найти, я бы хотел. И как найти? Мы можем употреблять с вами трема разными способами. Смотрим. Находить у нас будет find. Только употребляем три разных глагола. Смотрим дальше. Я хочу найти такси. Пожалуйста. Please. I want to find a taxi. I want to find. Пожалуйста. Я хотел бы найти такси. I would like to find a taxi. Would like to find. Пожалуйста. Как мне найти такси? Please. How can I find a taxi? How can I find? Где находится станция метро? Where is the subway station? Where is. Где находится. Где расположена улица? Where is street? Мы называем улицу, на которую нам необходимо попасть. Где отель Scandic? Where is the hotel Scandic? Where is. Вот с помощью where is мы спрашиваем местонахождение того, куда нам бы хотелось бы попасть. Либо это на станцию, либо какую-то улицу найти, либо мы хотим в парк сходить, в музей, в кинотеатр, либо мы хотим просто в ресторан. Дабы спросить на улице, мы спрашиваем where is, где находится то или иное место. На этом наш урок подошел к концу. Повторяем, запоминаем ассоциации. Я желаю вам быстрого и легкого усвоения материала. А мы увидимся с вами в следующем уроке. See you. Bye-bye.